Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз. Церковный календарь». Сегодня суббота, 9 июля по новому стилю или 26 июня по старому. Идет Петров пост. И сегодня память святых преподобного Давида Солунского, подвижника V-VI века, преподобного Иоанна, епископа Готовского, VIII века, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, XIV века, обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца в 1569 году, священомученика Георгия Степанюка, пресвитера убиенного в 1918 году, перенесение мощей преподобного Нила Столобенского в 1995 году. Прославляются иконы Божьей Матери Тихвинская, Адигитрия Седьмиезерная, Лицкая Римская и Нямецкая. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно почитаем святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. В миру, носивший имя Давид, будущий подвижник родился на юге России, в киевских пределах в начале XIV столетия. Он стал постриженником Киево-Печерской обители. Из любви к уединению, с благословением настоятеля, Дионисий удалился на север России. На берегу Волги, недалеко от Нижнего Новгорода, святой Дионисий выкопал себе пещеру и подвязался в полном безмолвии. К святому подвижнику постепенно стекались братья. И он около 1335 года основал монастырь в честь Вознесения Господня. Дионисий приобрел в себе всеобщее уважение. Современники видели в нем, как написано, мужа кроткого, рассудительного, знающего священное писание, учительного, славного постничеством и исполненного любви ко всем. Учениками святого Дионисия были преподобные Ефимий Суздальский и Макарий Шелтоводский Унжинский. В 1352 году святой старец послал 12 человек из своей братьи в верхние грады и страны, и где же Бог кого благословит, для духовного просвещения народа и основания новых обителей. Высокое благотворное влияние оказывала обитель святого Дионисия на жителей Нижнего Новгорода. В 1371 году святой постриг в монашество сорокалетнюю вдову, князя Андрея Константиновича, по примеру которой приняли монашество многие, как написано, болярины, жены и вдовицы и девицы. В 1374 году святой Дионисий был рукоположен митрополитом Алексием во епископа Суздальского. Святитель был ревностным борцом за чистоту православия. Он много потрудился в борьбе против ереси стрегольников. Также годы его святительского служения падают на знаменательное время. Русь поднималась сбросить татарское иго. 31 марта 1375 года плененный жителями Нижнего Новгорода татарский военачальник, оказавшись на епископском дворе, выстрелил из луков святителя Дионисия. Но Господь хранил своего избранника стрела за дело лишь епископскую мантию. В 1377 году по благословению и, возможно, под редакцией святителя Дионисия иноком Лаврентием была составлена знаменитая лаврентьевская летопись, вдохновлявшая Русь на освободительную борьбу. В 1379 году, оберегая честь первосвятительской кафедры, святитель Дионисий, один из всех епископов, собранных в Москве по повелению князя, выступил против избрания в митрополиты княжеского ставленника, печально известного архимандрита Митяя. Для утверждения сана митрополита, Митяй был вынужден совершить поездку в Константинополь, во время которой и скончался. По смерти Митяя Никоновская летопись отмечает «И ни глаголаху о Митяе, яко задушиша его, и ниже глаголаху, яко морскою водою умариша его, понеже и епископи вси, и архимандриты, и игумены, и священницы, и инцы, и вси бояре, и люди, нехотяху Митяя видите в митрополитях». «Но един князь великий, хотя же». В том же 1379 году святитель Дионисий уехал в Константинополь с протестом по поводу намерения избрать Митяя и по делу иеретиков-стрегольников. Стрегольники, носившие название в честь парикмахера по имени Карп Стрегольника, решили, что они вправе отделить грешных, по их мнению, священников, объявив их еретиками. Идеалом для стрегольников был иерей-бессребренник. По словам святителя Стефана Пермского, стрегольники заменяли исповедь в церкви покаянием земле. Стрегольники отрицали хождение в храмы, собирали свои отдельные собрания, отрицали совершение таинств и треб у нечестивых для них иереев. И, как следствие, совершенно лишили себя и Евхаристии, и церковного погребения. Их взгляды напоминали взгляды современных старообрядцев-беспоповцев. На греков святитель Дионисий произвел сильное впечатление своей высокой духовной настроенностью и глубоким знанием священного писания. Патриарх Нил, называя святителя воистину Божиим и духовным человеком, писал, что сам видел его пост и милостыни, и бдение, и молитвы, и слезы, и вся благая ина. Из Константинополя святитель Дионисий прислал для соборов Суздаля и Нижнего Новгорода два списка с иконы Богоматери Адигитрии. В 1382 году святитель получил от патриарха титул архиепископа. Вернувшись на Русь, святитель ездил в Псков и Новгород для борьбы с ересью стрегольников. Вторично он посетил Константинополь в 1383 году для обсуждения с патриархом вопроса об управлении русской метрополией. В 1384 году святитель Дионисий был поставлен патриархом Нилом, митрополитом на Русь. Но по возвращении в Киев святитель был схвачен по приказанию киевского князя Владимира Ольгердовича и подвергнут заключению, в котором скончался 15 октября 1385 года. Погребен святитель в Киевской пещере Великого Антония. Сегодня, 26 июня, по старому стилю, память святителя Дионисия празднуется ради тезоименитства с преподобным Давидом Солунским, имя которого он носил в миру. В синодике 1552 года Нижегородского Печерского монастыря святитель Дионисий назван преподобным чудотворцем. Святителю Отче Дионисия моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова